Субтитры делал DimaTorzok Спеллфорс 2 Драгоншторм Единственными существами, способными противостоять первородным, остаются драконы. Но смогут ли люди найти их и призвать на помощь? Хроники Тар, призраки звезд Тысячи разномастных транспортов нескончаемым потоком тянутся к окраинам галактики. Их родные миры уже погибли или погибнут в самое ближайшее время. Привет, народ! Это снова Борик и Фак. Фак — это программа о компьютерных играх, в которой мы отвечаем на ваши вопросы по прохождению и даем полезные советы. Переходим к делу. Давным-давно одна европейская компания, разработчик компьютерных игр, выпустила на рынок игрушку Spellforce. С тех пор много воды утекло, а эта серия игр стала культовой. Мы видели несколько дополнений, одно лучше другого. И, наконец, появился стопроцентный сиквел Spellforce 2. Spellforce 2. Дрэгоншторм. Отдон к сиквелу. К сожалению, не такой масштабный, как хотелось, но обратить внимание стоит. Магические порталы, связывающие разрозненные островки Эо, с каждым днем теряют свою силу. Территории оказываются в полной изоляции друг от друга. Страшная угроза голода нависает над жителями. Толпы беженцев стремятся покинуть гибнущие земли и найти спасение в более благополучных местах. Хаос и смятение выцаряются в Эо. Орден Рассвета предпринимает отчаянные попытки предотвратить катастрофу и возродить энергию порталов. Тем временем Шайкан, ушедший на поиски нового лидера для своего клана, исчезает. Отправленная вслед за ним поисковая партия неожиданно находит разрушенные еще в древние времена убежище Первородных. Как оказалось, грозные создания не погибли. Они пробудились после многовекового сна и намерены вернуть себе власть над миром. Единственными существами, способными противостоять Первородным, остаются драконы. Но смогут ли люди найти их и призвать на помощь? Игра поступила в продажу 23 марта 2007 года. Издатель в России GFI Rusabit M. Рекомендуемые системные требования. Процессор 2,5 ГГц. 1 ГБ оперативной памяти. 256 МБ видео, а также 5 ГБ на жестком диске. Самое главное в этом аддоне — это, конечно, драконы. Их основная особенность — умение разговаривать. Именно в диалогах с ними вам будет раскрываться сюжет, и вы сможете найти ответы на все интересующие вас вопросы. Сам геймплей не изменился. Эта игра одновременно стратегия в реальном времени и РПГ. Вы сможете менять вещи и впервые в этой серии игр создавать свои собственные. Добавилась новая ветка умений — Шайкан. Теперь вы можете вызывать существ и пользоваться новыми заклинаниями. Наша оценка геймплея — 4 балла. Дело в том, что Dragon Storm еще больше ушла от настоящей ролевой игры. В игре все заскриптовано и очень прямолинейно. Графика в игре достаточно приятная. Атон вышел всего через полгода после Shadow Wars, а картинка все так же радует глаз. Даже бесполезный вид от третьего лица обретает ценность, поскольку так можно насладиться окружающими красотами. Если вы поставите настройки графики на максимум, то получите сногсшибательную картинку. На доспехах главных героев можно различить самую маленькую заклепку, а чуть ли не каждый клинок обладает уникальным внешним видом и прямо-таки сверкает на солнце. Наша оценка внешних данных — 5 баллов. Озвучка в игре приятная, но без особой похвалы. А музыки и вовсе не хватает. Всего несколько треков. Тем не менее, наша оценка звукового сопровождения — твердые 4 балла. В Spells Force 2 Dragon Storm все хорошо и аккуратно. И главное — играть интересно. Но, к сожалению, ничего оригинального в игре нет. Наша общая оценка игры — 4 балла. От аддона Spells Force 2 Dragon Storm мы ждали немного большего. Слишком хорошие были предыдущие игры, а получили более-менее стандартный набор. Дрекоши, новые умения, боссы, оружие, карты и кампанию. Хотя само по себе дополнение достаточно большое, и вы наверняка не сможете выполнить все задания при первом прохождении. А ежели так, тогда однозначно смотрите наши ответы на ваши вопросы по игре. Первый вопрос. А можно ли импортировать персонажей из Shadow Wars? Отвечаем. Драгоншторм — это новая кампания, поэтому в неё нельзя переносить персонажей. Но вы их можете перенести в фри-гейм. Следующий вопрос. Новая ветка магии кажется очень сильной. А не появится ли дисбаланс в игре? Отвечаем. Нет, всё очень хорошо продумано, и на любое действие найдётся противодействие. Следующий вопрос. Свободная игра в Драгоншторм будет совершенно новой, и можно ли будет выполнять старые квесты? Отвечаем. Фри-гейм в Драгоншторм — это новая карта и задания. Вы также сможете продолжать выполнять старые квесты. Продолжение популярного квеста «Анк» от немецких создателей из студии Deck 13 Interactive расскажет о новых приключениях древнеегипетского раба-простака по имени Ассиль. Благодаря своей находчивости и смекалке он в очередной раз навлечёт на себя гнев тёмных сил. Кстати, оригинал завоевал множество наград, включая звание «Лучшая немецкая игра 2005 года». Посмотрим, какая участь ждёт вторую часть, которая получила название «Анк-2. Принц Египта». Начинается история с того, что главный персонаж Ассил просыпается в подворотне. Отец выгнал его из дома за пьянство, а главный враг, бог Осирис, снова строит коварные планы. На этот раз злодей маскируется под видом обычного человека и одолеть его будет совсем непросто. Действие разворачивается в тех же локациях, что и в предыдущей игре, но теперь позволяет посмотреть на них из другой точки зрения, глазами другого персонажа. Освободившись от смертельного проклятия и сохранив заветный Анг от злобного бога Осириса, наш старый знакомый Осиль обнаруживает, что спасённого артефакта с ним больше нет. Теперь главнейшая задача — отыскать сокровище и не допустить, чтобы оно досталось Осирису, а не то — катастрофа. Продолжение адвенчуры, выполнено в неподражаемом стиле своей именитой предшественницы. Красочное, полностью трёхмерное окружение древнего Египта, заторная музыка, самобытная анимация и незабываемые герои. Древнеегипетский колорит сочетается современными шутками и остроумными пародиями. Рекомендованные системные требования к игре следующие. Процессор с частотой 2,4 ГГц, 512 МБ оперативной и 128 МБ видеопамяти. На жёстком диске игра займёт 1,5 ГБ. Геймплей вряд ли приведёт поклонников адвенчур в большой восторг. Всё здесь как-то обыденно и серо. Инвентарь такой же, как и в тысяче других игр. Головоломки и бесконечные комбинации предметов. Однако, одна отличительная особенность всё же имеется. Количество локаций здесь ничтожно мало, так что далеко ходить за правильным решением не придётся. Любой новый предмет в инвентаре используется практически там же, где и был найден. Немного разбавляет картину возможность поочерёдного прохождения. То за одного, то за другого персонажа. Но это уже давно не ново. Слабая четвёрка с геймплей. Внешность игры не может не радовать. Яркие цвета и округлые формы всё это больше всего напоминает мультфильм. Оно и неудивительно. Комедийный квест должен выглядеть именно так. Но более опытный игрок сразу заметит, что движок остался на прежнем уровне и за прошедший год ничуть не изменился. Четыре балла за внешний вид получает Анг-2. Музыка в игре на любителя. Если вы поклонник бесконечных и тягучих арабских напевов, то Анг-2 именно то, что вам нужно. Но скорее всего, вы уснёте сразу после вступительного ролика и чтобы хоть как-то взбодриться, включите более близкую вашему сердцу музыку. Диалоги озвучены актёрами и любителями. К тому же, совершенно без энтузиазма. Тройка за звук. Подводя итоги, хочется сказать, что на самом деле игра Анг-2 Принц Египта совсем не такая плохая, как может показаться. Те, кто прошёл первую часть, разочарованы не будут, но и восхищаться им тоже не придётся. А если вы впервые слышите об этой серии, то знакомство лучше начать с первой части. Натянутую четвёрку получает сегодня игра Анг-2 Принц Египта. На волне успеха первой части разработчики явно расслабились. И Принц Египта получился игрой с большим, но не реализованным потенциалом. К тому же, опытных игроков то и дело будет мучить ощущение того, что где-то я это уже видел. И в самом деле, заимствований в Анг-2 неприлично много. Хотя, судя по вашим письмам, и оригинальных загадок хватает. Самые сложные из них мы решим прямо сейчас. Вопрос. Я застрял на балконе и не могу пройти дальше, потому что принцесса может меня заметить. Что мне делать? Отвечаем. Сорви из дерева длинную ветку и спускайся вниз. Пройдя по карнизу до конца, увидишь разбитую трубу с кучей мусора и факел. В инвентаре есть ещё одна веточка. С её помощью подожги мусор. Дым поднимется по трубе прямо на балкон к принцессе, а та не выносит запаха гари и тут же уйдёт к себе. Путь свободен. Вопрос. Как мне избавиться от охраны? Двое стоят прямо перед дверью, в которую мне очень нужно пройти. Отвечаем. Возьмите из ваночки неподалёку бутылку шампанского и отправляйтесь к статуе. Наверху увидите форточку, ведущую в спальню принцессы, а рядом спящую летучую мышь. Вам надо пробкой попасть в мышь. В этом случае она проснётся и испуганная залетит в спальню. Принцесса закричит и охрана кинется её спасать. В это время вы без труда пройдёте Смотрите во второй части программы. Хроники Тар, призраки звёзд. Тысячи разномастных транспортов нескончаемым потоком тянутся к окраинам галактики. Их родные миры уже погибли или погибнут в самое ближайшее время. Spider-Man 3 The Game от компании Triarch и Activision. Это самый крупномасштабный игровой проект на данный момент из всех игр о Человеке-пауке. Смотрите во второй части программы. Хроники Тар, призраки звёзд. Тысячи разномастных транспортов нескончаемым потоком тянутся к окраинам галактики. Их родные миры уже погибли или погибнут в самое ближайшее время. Spider-Man 3 The Game от компании Triarch и Activision. Это самый крупномасштабный игровой проект на данный момент из всех игр о Человеке-пауке. Хроники Тар, призраки звёзд это довольно оригинальный космический симулятор от российских разработчиков. Никакого противостояния межпланетного добра и зла здесь нет. Проблемы куда серьёзнее, чем какие-нибудь междоусобицы между галактическими расами. Это мрак. Неведомый и непонятный катаклизм наступает из самого сердца галактики, гася звёзды некогда обитаемых систем. Противостоять мраку не могут даже самые могущественные цивилизации, которые перед общей угрозой объединили свои флоты. Тысячи разномастных транспортов нескончаемым потоком тянутся к окраинам галактики. Их родные миры уже погибли или погибнут в самое ближайшее время. Вдобавок к этому мрак породил ещё одну проблему. В космосе безобразничают ДХТ. Некогда это были миотары. Одни из лучших воинов галактики, которые первыми столкнулись с аномалией и вместо того, чтобы погибнуть, виды изменились, став очень агрессивными и опасными. Вместе со всеми вынуждены отступать и человечество. Некогда одна из самых могущественных раз галактического альянса. Отбиваясь от атак ДХТ-Э и эвакуируя население обитаемых планет, люди случайно обнаруживают в одной из дальних систем незарегистрированный маяк. К нему спешно высылается небольшая флотилия, состоящая из двух боевых крейсеров и научно-исследовательского судна. Прибыв в систему, они обнаруживают руины планетарного мегаполиса, принадлежащего уже исчезнувшей расе Азах. Первые же раскопки показывают, что вся система была испытательным может помочь в борьбе с мраком. Однако покоя ученых быстро приходит конец. В систему вторгается армада ДХТ, которая практически полностью уничтожает экспедицию. Спастись удается лишь крейсеру Толестра. Корабль ныряет под пространство, но из ошибки навигационного компьютера его выкидывает в рука в галактике, населенной мяторами. Толестра сильно поврежден. Гипердвигатели не работают, так что экипажу предстоит долгий и опасный полет через десятки чужих систем. Требования к игре таковы. Процессор с частотой 3 ГГц, гигабайт оперативный и 256 МБ видеопамяти. На жестком диске игра займет 3 ГБ. Сюжет здесь является полноправной частью геймплея. Каждая из девяти миссий полноценная глава от драматичной и увлекательной истории с обязательным эпическим финалом в конце. Главный герой пилот одной из истребительных эскадриль Толестеры. В перерывах между миссиями нам позволят ковыряться в ангарах, где хранится огромное количество корпусов, бортовых систем и прочего железа. Комбинируя все это правильным образом, можно собрать настоящий космолет своей мечты. Любители крепкой брони и огневой мощи оседлают сверхтяжелый летающий танк, а фанаты скорости и маневра предпочтут легкие и юркие аппараты. Пятерка за геймплей. Как это часто бывает, графический движок поддержкой новых технологий сделали на стиль и подачу графического материала, а программисты на скорости работы движка. В итоге картинка по-настоящему завораживает, а космические баталии выглядят безупречно. Пять баллов за внешний вид. Звену нашего героя предстоит встретиться с самыми разнообразными противниками. Разработчики заготовили три разных расы с уникальной техникой и замечательной озвучкой персонажей. Пятерка за звуковое сопровождение. Игра получилась хорошая. Стоит похвалить российских разработчиков. В отличие от большинства Кахтар нам не предстоит преодолевать огромное расстояние, а сюжет будет все время держать в напряжении. Пять баллов получает сегодня игра Хроники Тар Призраки Звезд. В общем, игра получилась хорошая, ни к чему не обязывающая. В компании Хроник Тар можно прекрасно провести пару вечеров и забыть о ней навсегда. А если после этого вам захочется продолжить космическую Одиссею, то советую попробовать очень похожую игру Завтра война. Кстати, тоже от российских разработчиков. Вопросов по Хроникам Тар у нас накопилось уже достаточно, и прямо сейчас мы ответим на некоторые из них. Вопрос. Помогите пройти третью миссию. После уничтожения трех генераторов и остальных противников идет заставка, а потом написано «Миссия провалена». Вы отказались от задания. Отвечаем. Во время миссии не отдаляйся слишком далеко от своего звена, потому что если начался ролик, а у тебя высокая скорость, то в течение ролика ты улетаешь от своих более чем на 30 километров и миссия засчитывается проваленной. Вопрос. У героя есть два параметра статус и звание. Что это такое и на что впоследствии повлияет прокачка этих умений? Отвечаем. Помимо доступа к уникальным запчастям, звание повлияет и на роль игрока в бою. Чем оно выше, тем больше команд можно будет отдавать другим кораблям. Кроме того, есть такое понятие как статус, который влияет на исполнительность ваших подчиненных. За авторитетного командира бойцы с радостью полезут и в огонь и в воду, а вот приказания никем не уважаемого летуна чаще всего просто проигнорируют. Spider-Man 3 одна из самых главных особенностей этой игры полная свобода действия игрока. Теперь вы сможете сами выбирать свои цели, задания и все прохождение игры. Скажу вам без всяких намеков. Эту игру стоит посмотреть воистину интерактивное кино. Spider-Man 3 The Game от компании Treyarch и Activision это самый крупномасштабный игровой проект на данный момент из всех игр о Человеке-пауке. Именно Treyarch создавала две последние игры о Человеке-пауке Spider-Man и Spider-Man 2. Вторая часть игры Человек-паук была первым шагом по увеличению игрового пространства и лишь слегка подошла к свободе действия уровня GTA. В третьей части вы встретите еще больше боссов, пройдете, а точнее промчитесь по огромной территории Нью-Йорка, прочувствуете новую боевую систему, а также киношные сцены. Игра представляет нам очень большую свободу. Вы сможете выбирать те задания, которые вам понравятся. Все 10 сюжетных линий идут в игре параллельно и пресекаются в ключевых моментах. Например, как только у вас появится черный костюм, вы сразу сможете выполнять новые задания, рассчитанные на игру именно с этим более агрессивным и мощным костюмом. Игра поступила в продажу одновременно с премьерой фильма 4 мая 2007 года. Рекомендуемые системные требования. Процессор 3,4 ГГц, 2 ГБ оперативной памяти, 256 МБ видео с поддержкой шейдеров 3.0, уровня NVIDIA GeForce 7800GT+, или Atira Deon X1800+, а также 6,5 ГБ на жестком диске. В первую очередь в игре использовали все возможности современных игровых систем, чтобы сделать геймплей более динамичным и захватывающим. Специально для нас, геймеров, был смоделирован огромный город, добавили большое количество видео-вставок, врагов, а также огромное количество возможностей и разнообразия в игру. Все это позволяет еще больше погрузиться в процесс прохождения. Вас ждут 12 часов игры по одной только сюжетной линии и еще огромное количество боев и схваток. Наша оценка геймплея 5 баллов, и эту оценку подтвердит новая боевая система, которая не оставит вас равнодушными. Благодаря современным техническим возможностям огромный город выполнен с невероятной точностью, очень подробно и качественно. Вы побываете не только на улице, но и в метро и в канализации, а персонажи выглядят точно так же, как и в кино. Это стало возможным благодаря все тем же современным технологиям и тесному сотрудничеству с создателями фильма. Наша оценка внешних данных также 5 баллов. Те же слова о качестве и сходстве с настоящим фильмом адресуем и озвучке игры. Работа актеров, спецэффекты, музыкальное сопровождение все это на высшем уровне. Наша оценка звука в игре 5 баллов. Обязательно нужно отметить, что игра выходит на всех игровых платформах, включая Nintendo Wii. И огромная благодарность разработчикам за то, что уделили проекту столько внимания и сил. Игра получилась очень насыщенной, интересной и действительно увлекательной. Наша общая оценка игры 5 баллов с плюсом. Spider-Man 3 вас однозначно не разочарует, ведь это целый виртуальный Манхэттен с настоящей подземкой и огромной канализационной системой. Современная очень качественная графика, части города подгружаются плавно и, конечно же, неограниченная свобода. Она настолько неограничена, что вы будете использовать для перемещения стены и потолки. А огромные обрывы будете перелетать словно Spider-Man. И если у вас с такими-то возможностями возникли проблемы с прохождением игры, тогда внимательно смотрите наши ответы на ваши вопросы по прохождению. Первый вопрос. Подскажите, как сделать в тренировке второй удар? Отвечаем. Все просто. Не торопитесь атаковать врага. Нужно сделать что-то вроде ответного удара. Когда придет время, вы увидите иконку с клавишей, которую надо нажать, чтобы сделать этот ответный удар. Следующий вопрос, а точнее сразу несколько. А быстро ли летает паук? Есть несколько разных скоростей. Пятое это уже нормаз. А есть в игре Empire State Building? Есть! А можно ли забираться на самые высокие здания? Можно, никаких ограничений нет. Можно будет даже прилететь над городом. Следующий вопрос, а помогите завалить главаря ящера Коннорса? Сейчас поможем! Нужно вовремя и очень правильно использовать уворачивание и замедление. А когда у босса над головой фиолетовый значок, лучше вообще отбежать. Следующий вопрос, а Человек-паук может залезть на флаг и спрыгнуть с него, как в фильме? Отвечаем, конечно, может. На сегодня это все. Меня зовут Борик Ротор, это был Фак. Заходите в форум на сайте moustv.ru Я и там общаюсь с вами. Присылайте мне свои вопросы на адрес faqsobaka musdifistv.ru Мы обязательно все посмотрим и ответим на ваши письма. Пока!